Как мы уже сказали, для пифагорейцев всё в мире состояло из чисел. В буквальном смысле этого слова. И вещи вполне конкретные, довольно абстрактные. Всё было числом. Из монады в сочетании с беспредельным возникают числа. В своём пересказе пифагорейских записок писал Александр Полигистор. Из чисел — точки, из точек — линии, из линий — плоские фигуры, а из плоских фигур — тела. И, наконец, из трёхмерных тел создаются чувственно воспринимаемые тела. Для пифагорейцев протяжённость или пространство была материя геометрических фигур. А форма могла быть выражена только на языке чисел. Один — это точка. Два — это линия. Три — это треугольник. Четыре — это пирамида, которые представляли собой первые и начальные фигуры. С точки зрения пифагорейцев получалось, что точка является началом протяжённого, но сама не протяжённого. И она же является началом линии, но сама она не является линией. А линия является началом поверхности, но сама не есть поверхность. И она является началом дважды протяжённого, но сама не протяжённо дважды. И поверхность является началом тела, но сама она не есть тела. и она является началом трижды протяжённого, но сама не протяжена трижды. И точно так же среди чисел единица является началом всех чисел, которые следуют единицей за единицей в одном направлении. И линейное число является началом плоского числа, которое располагается на плоскости в двух разных протяжениях. И плоское число является началом телесного числа, который идёт в глубину в третьем протяжении. И дальше надо было как-то перейти к объяснению всего на свете с помощью чисел. А эти приписывают Пифагору доктрину, которая утверждала следующее. Пифагор принимает пять объёмных фигур, которые также называют математическими. Из куба, по его словам, возникла земля. Из пирамиды — огонь. Из октаэдра — воздух. Из экосаэдра — вода. А из додекаэдра — вся сфера. Из вселенной. Кстати, открытие додекаэдра — это вообще крутая штука. То есть представить себе древнего грека, который придумал такую сложную фигуру — это действительно серьёзный шаг вперёд. Представляете, один из учеников Пифагора обрадовался, когда он сшивал футбольный мяч из 12 пятиугольников. И он практически получил идеальную фигуру. Потом он наполнил мяч воздухом и смог воскринуть. «Эврика!» И помчался к учителю. Прибегает и говорит «Пифагор, я понял, вся Вселенная не сфера. Она додекаэдр». Не знаю, что он сказал по этому поводу Пифагор, может расстроился, а может, по-честному присвоил себе, как обычно, эту идею и сказал «Класс! Замечательно! Ни у кого, ещё никто до нас не придумывал, что Вселенная додекаэдр. Значит, будет додекаэдр». Представление всего мира цифрой уже не представляется чем-то таким особенным. Особенно, когда мы пользуемся компьютерами, играем в компьютерные игрушки. И для нас нет ничего такого, чтобы это вызывало, например, какое-то удивление. Вы наверняка, даже если вы не создаёте компьютерные игрушки, никуда не работали в 3D-студии или в каком-то аналогичном программе, вы видели наверняка в интернете, вам попадается изображение нерендеренных объектов. То есть фактически любую фигуру человека, какая бы она ни была, можно создать из маленьких правильных фигурок, треугольничков, квадратиков, окружностей. Когда они все вместе собираются, на них натягивается кожа, вы получаете вполне похожее на живое изображение человека. А после рендеринга вы наслаждаетесь мультфильмами и игрушками, глядя на персонажей, которые вообще почти как живые. Сегодня математическое описание геометрических фигур — это основа всей компьютерной графики. Но 25 лет в 3-е назад это был достаточно авангардный взгляд на мир. Мы знаем историю о пифагорейце Эврите, который объяснял теорию построения всего живого из цифр. Он мазал стену и звёздкой, рисовал контур растения или человека, а потом с помощью разноцветных камешков выкладывал на стене человек или растения, используя в каждом случае то количество камешков, которые он считал числом человека или растения. Это первый дошедший до нас пример оцифровки изображения с одной стороны, а с другой — это попытка определить число атомов, из которых состоял человек, растение, животное и всё, что находится вокруг. На этом месте, наверное, мы прервёмся с рассказом о Пифагоре и раннем пифагорействе. А то мы как-то и так уже увлеклись, потому что и затянули эту тему, и вообще пифагорейскую тему. Если будем продолжать в том же духе, то нам не хватит времени уже и на всё остальное. И тогда уже наши лекции трудно будет назвать пятиминутками. Хотя, если вам интересно продолжать, можем продолжать. Поэтому пишите в комментах, и мы ещё раз вернёмся к пифагорейцам и к доктринам. Ведь они представляли себе состоящим из числений не только наш мир материальный, но и присваивали числа вещам достаточно абстрактным. Например, справедливость определялась числом 4 или 9. Благоприятный случай, ну, конечно, был семёркой. Вот откуда, собственно, и пошло счастливое число 7. Браку соответствовало число 5. Как связь мужчины, которому соответствовало число 2, и женщины, которому соответствовало число 3. Почему они так считали? Ну, поговорим потом, если наберётся достаточное количество людей, готовых об этом слушать. Какое число этих людей нам надо? Ну, это будет нашей пифагорейской тайны. Будем такие загадочные пифагорейцы. И в заключении рассказа о Пифагоре хочется сказать следующее. Если принять версию, что мы всего лишь юниты в чьей-то компьютерной игре, и нас окружает мир из текстур разной степени прорисованности и просчитанности, а мы сами и всё, что нас окружает, всего лишь набор нулей и единичек, то пифагорейцы, согласитесь, были не так уж и неправы. Но до открытия нуля, ну а ноль — это действительно самое главное открытие человечества, о чём мы обязательно ещё позже поговорим, так вот до открытия нуля оставалось ещё каких-то полторы тысячи лет. И отсутствие понимания сути нуля, собственно, не дало пифагорейцам создать иной культ. Культ Матрицы, имени братьев и сестёр Вачёвских. Культ Матрицы, имени братьев и сестёр Вачёвских. Культ Матрицы, имени братьев и сестёр Вачёвских. Культ Матрицы, имени братьев и сестёр Вачёвских.